Одной из центральных площадок, где во время областного субботника убирались в Ленинском районе, стал лесной массив вдоль Ольховой улицы. Начиная с 10 утра здесь можно было увидеть многих неравнодушных жителей района, вышедших на эту акцию по уборке территории после зимы. Она проходит 8 апреля на 38 площадках Ленинского района. У нас порядка 40 пунктов выдачи инвентаря. Любой житель может найти на сайте администрации, может посмотреть в моих социальных сетях, увидеть адрес, где он может получить инвентарь. Для поднятия настроения на площадке играла музыка и работали фотографы. Каждый мог забрать себе на память свежераспечатанные фото. У нас одна из самых больших площадок по городу. Здесь у нас планируется участие как минимум 300 человек, с учетом жителей, с учетом сотрудников всех администрации. Соответственно, под каждого из них есть грабли, есть при необходимости лопаты и около тысячи мешков. Уборкой занимались сотрудники администрации, активисты из территориального совета молодежи, работники коммунальных служб и, конечно, жители близлежащих домов. Александр Иванов уже много лет выходит на субботники, а в этот раз взял с собой сына. Хотелось бы хотя бы в рамках субботника очистить по максимуму территорию, дать хороший пример, в том числе и тем, кто не приходит, и чтобы была явная разница от того, что было, что стало. Мы дети природы. Мы загрязняем. Я считаю, это неправильно. Собственно, позыв очистить. На глазах лес становился чище. Из него в мешках выносили банки, бутылки и прочий мусор. Субботники – это то мероприятие, которое объединяет людей. Все выходят на улицы, устраиваются сделать город, район, мир чище. Приятно отметить, что наш телеканал не только освещал это мероприятие, но и принимал посильное участие. В лице нашей сотрудницы Юлии Погосян. Сегодня первый областной день субботника. И хочется на своем примере показать, что люди все такие же дружные. Все так же заботятся о чистоте, убирают, чтобы 22-го еще больше людей вышло на субботник. После уборки можно было отдохнуть, подкрепиться кашей и выпить горячего чая. Тем временем на площадку приехал министр экологии Московской области Александр Коган. Вместе с главой Ленинского района Олегом Хромовым он отправился в лес, чтобы установить скворечники в рамках акции «Покорми птиц». Помимо того, что мы делаем домик для пернатых, в котором они будут видеть свои гнезда и выращивать потомство, мы еще делаем большое дело для леса. То есть лес будет здоровым. Там, где находится много птиц, лес будет здоровым. Стоит отметить, что размещать скворечники необходимо на расстоянии 20-30 метров друг от друга. Желающих обустроить новые домики для птиц было немало, а значит уже очень скоро в лесу на Ольховой будут раздаваться птичьи голоса. Субботник близился к завершению, но из леса все еще продолжали выносить мусор. Мы тоже не стали оставаться в стороне и решили сделать свой город немного, но чище. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Видное ТВ. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...